Ребята, всем привет! Видео для тех, кому интересно устройство мойки высокого давления а-ля Керхер. Есть у меня вот такой агрегат. Нужно перетащить на операционный стол и будем разбираться. Самому интересно, как устроен этот насос. Сам агрегат не рабочий. То есть двигатель крутится, как обычно бывает, но чего-то не хватает. Мы его разберем и посмотрим, что там внутри. Возможно, подпочиним, если это возможно. О, как оно разбирается. Все раздеталировалось. Все равно, ребята, мне этот агрегат отдали. То есть тут нет ни шлангов, ничего. Вкладываться я навряд ли буду в это дело. Сейчас оно недорого стоит, проще взять, чем эти шланги покупать. Все здесь восстанавливать. Но вот как насос, как агрегат и для общего развития это все очень даже пригодится и очень даже должно быть полезно. Сейчас я буду отсоединять и мы будем разбирать, смотреть. Кстати, можете заметить, коробка огромная. А здесь всего-навсего вот такой маленький агрегат. Кстати, когда коробка нереально огромная, там все равно небольшой агрегат внутри установлен. Любят они гигантизмом развивать свой маркетинг. Якобы оно большое, мощное. Но на самом деле все равно внутри не так все круто, как хотелось бы. Так как это сугубо техническое видео, то мы озвучим параметры. Напряжение естественно 220 вольт, 50 герц. Максимальное давление 130 бар при 50 градусах. Самое для меня интересное, это может ли работать такой насос на других жидкостях. То есть он предназначен работать на воде. Кстати, вода все окисляет. В том числе и алюминий, вот этот силумин. Там уже внутри пошло окисление. Но вот интересно, друзья, а может ли оно работать, например, на масле или на керосине? Это очень интересно. Есть какая-то тут заглушка. А это не заглушка, это просто амортизатор. Здесь клапан какой-то, который, видимо, и отключает ее. Не дает ей вращаться, крутиться и давать давление. Сейчас мы подключим шнур и будем пробовать тестировать. Кнопка рабочая. Кстати, даже кнопка это уже хорошо. Я просто на 100% уверен, что половина моей аудитории на канале знает устройство этого насоса. Зато другая половина просто безумно хочет узнать. Вот я, например, разбираю его впервые. Не доводилось. Хотя очень интересно. Сейчас мы будем пробовать его, так сказать, на сухую. Хуже ему не будет, я думаю, уже. А ну-ка! А ну-ка, ну-ка, ну-ка! Но одно можно сказать, что движок здесь вращается. Как зверски! Вообще просто фантастика! Забыл сказать, мощность написанная на коробке 1,7 киловатта. Но что-то как-то маловато движок для такой мощности, если честно. Давайте уже снимем наконец-таки что-нибудь. Говорят, что насосы не качают, когда ломается или западает перепускной клапан, который вот как бы по идее вот где-то здесь находится. Раскручиваю все подряд, а там будет видно. Возможно, это какой-то микрик, какой-то переключатель. И да, не то что возможно. А он еще и не вытаскивается. Значит нужно откручивать гайку. Зайдет ли ключ? Не особо. Вот же незадача. А как? А как тогда? Как? Поддел отверткой снял? Зря раскручивал. Давайте посмотрим, что там. Может и не зря. Знаете, иногда неожиданные вещи бывают. Просто микрик установлен и все. Просто микрик. Не открутится, да? Можно сдернуть вот эту пластмассу и посмотреть, что тут за мотор. Похож на 1,7 киловатт. В общем-то, если вентилятор вот этот хорошо справляется, если хорошо нагнетает, то может и успевать охлаждать. Здесь чувствую, присутствует редуктор, потому что двигатель не соосно оси насоса. Поэтому, я думаю, если мы открутим винтики, то механизм должен разделиться на две части. Коллекторные моторы очень мощные. Закручены на шурупах. Все-таки насколько оно так с виду убогое. Хотя внутри должно быть высокотехнологично все. Разговор здесь идет о 130 атмосферах. Поэтому это довольно-таки серьезное давление. Даже 20 атмосфер это очень серьезное давление. А 130 просто нереальное. Разделяем. Отлично. Вот так, ребята, это выглядит. Проворачивается. Слышно трение по резине. Здесь когда-то была какая-то интересная смазка. Какие-то небольшие намеки все же здесь остались. Может быть даже она и работает. На больших оборотах подплавляется и начинает работать. Маленькая очень шестеренка на двигателе. Кстати, двигатель прикольный. Жалко, что на 220. А так такой можно было бы использовать. Его можно и перемотать, если уж на то пошло. Уменьшить ему напряжение и повысить обороты. Скорее всего, вот я сейчас подключу к батарейке и он будет работать. Давайте попробуем, ребята. Напоминаю, двигатель на 220 вольт. Я его сейчас подключу на 25 вольт. Судя по толстым проводам, должен очень даже неплохо вращаться. И на 20 вольтах. А ну-ка. Раз. Вот, видите? Все спокойно работает. Естественно, он даже близко той мощности не выдает. Но работает. Что интересно. На 50 вольтах он бы вообще жарил очень жестко. Попробуем. Чтобы получить 50 постоянных вольт, так как я использую специфические разъемы. Вот такие бананы. Одна в одну входит. И вот так, если сделать, то последовательно подключено два аккумулятора. Это будет уже 50 вольт. Ну вот, я готов попробовать. Значит, здесь обматываю и даем огня. Ну вот, 50 вольт. Коллекторные двигатели вообще изначально на постоянное напряжение рассчитаны. Но они работают и на переменном, если правильно соединены обмотки. Ладно, пока откладываем, ребят, и разбираемся, что здесь дальше. Состояние мне очень нравится. Но это пока. Разбираем далее. Сейчас откручу, наверное, шестигранники. Чтобы посмотреть, что же все-таки там такое и как оно устроено. Легкий очень. Вообще невесомый. Девайс. Болты затянуты, как будто здесь насос на 100 атмосфер. Ах да, он же и так на 100 атмосфер. Болты жестко затянуты, ребят. Аж прям я за свой шестигранник переживаю. Он, видите, переточенный с более крупного. Видимо, у меня такого не было и до сих пор нет. Но вот пригождается уже здесь. Так, я думаю, сейчас мы все увидим. Все-все-все. Надеюсь, эта вещь поддается разборке и последующей сборке. То есть не одноразовая. Сейчас все как разлетится в разные стороны. Вот этого вот совсем не хотелось бы. Здесь есть какие-то еще заглушки непонятные. Возможно и в них причина, что этот насос не работает. О, что-то брызнуло с него. Какое-то давление. Ребята, тут было масло. Обалдеть! Оказывается, это масло наполненное. В масле видна стружка. Видно ли вам, я не уверен. Но вот я вижу такая характерная блестящая фракция в масле. Хорошо досточку подложил вовремя. Интересно, какое мне потом туда масло заливать обратно. Но по крайней мере, это уже хорошо, что оно здесь есть. А я думаю, как оно там в воде работает? Промокнем его просто и все. Масло практически не имеет запаха. Возможно, обычное индустриальное масло. Пружины там мощные стоят. Все-таки мое предположение, что может все разлететься, полуоправдывается. Вот так это выглядит, ребята. Налицо устройство плунжерного насоса. Подшипник. Подшипник. Это вроде бы нормальный. И при вращении сейчас увидите, что будет происходить. Видите, здесь такой вот не эксцентрик даже. Как это назвать? Я не знаю. В общем, если вот здесь держать подшипник, то оно вот так вот по очереди наклоняет эти плунжера. Вот такая система. Есть резиновое уплотнительное колечко. Вот оно. Плунжера вытаскиваются. Плунжера вытаскиваются. Вот контакт с водой. Видите, как выглядит? Плунжера вообще нормальная, отличная. Бочонки. Износа не замечено. Здесь вот есть, конечно, что-то такое. Но это от воды. Оно, видимо, и не входит. Короче, не участвует. Выступает с той стороны. Там мы еще тоже посмотрим. Так, ребята, надо зафоткать для инстаграма. Такие вещи очень интересные могут быть людям. Поэтому сейчас зафоткаю и мы продолжим разборку. Какой-то супер точной подгонки здесь не наблюдается. Уплотнение достигается за счет резиновых колец. Которых там внутри, по-моему, два. Раз, два. И все уже ходит с хрустом, с таким характерным. Давайте вынем остальные, прочистим их. Это лишним не будет. Здесь, по идее, тоже уже должно отойти. Как оно тут устроено, неизвестно. Сейчас посмотрим. Должна быть какая-то система клапанов. И мы с ней сейчас будем разбираться. Как оно тут устроено. Пластмассовые элементы не повредить бы их. Вот что самое главное. Все попадало, все попадало, ребята. Так, а откуда, куда? Видите, как окислилось все. Тут пластмассовые элементы. Это клапан какой-то. И пружинка, которая его прижимает. И тут еще один клапан. Какой-то двойной прям клапан. Вот. Вот так это выглядит все. Надо почистить, я думаю. То есть вот это, для тех, кто не понял, это просто тупо поршни. И они последовательно по кругу вот так поднимаются и опускаются. Жидкость засасывается и выдавливается. Засасывается и выдавливается. На обратном ходе она засасывается. На вот этом положительном ходе она выдавливается. И, естественно, создается сколь угодно высокое давление. Насколько хватит прочности, насколько хватит уплотнения и насколько хватит мощности мотора. Надо разбирать, чистить. Очень все окисленно, грязно. И смотреть, что где западает, почему не работает. Также, естественно, открутил вот эти три гайки заглушки. Там внутри находятся клапаны опять же. Вот они какие. Надо их вытрусить и прочистить. Иначе делов не будет. В общем-то, все прочистил. Каких-либо следов износа здесь не обнаружено. Единственное, почему оно перестало работать, скорее всего из-за налета. Вот они, кстати, все клапаны. Здесь стоят нагнетающие клапаны. Ну а это впускные. Один вышел сюда, два остались здесь. В принципе, они тоже одинаково воткнуты. Через этот клапан происходит нагнетание. Это обратный клапан. Он вот здесь находится. И вот так вот работает, ребята. Буду собирать, пробовать. Возможно, заработает. Да невозможно, точно. Намазал здесь вот водостойкой смазкой, ребята, слегка. И собираем. Вот такой. Между двумя манжетными уплотнениями. То есть здесь манжетное уплотнение и под распорной шайбой вот это еще одно манжетное уплотнение. Вроде бы они в нормальном состоянии. Перетекать ничего не должно и должно все прекрасно работать. Так что собираю. Вот этот я так и не смог открутить. Откручу попозже. Там нужна головка на 24, но у меня ее не оказалось под рукой. Поэтому откладывается на будущее. Все стало на свое место. Нужно залить масло сюда. Залью масло И20. Прямо вот так с канистры немножко плесканем. Так, я думаю, должно быть достаточно. Ну и закручиваем. В принципе, все готово, ребята. Ребята, подключили все-таки. Шланга нет. Вот такой шланг и самотеком здесь где-то высота 1,5 метра. 0,15 бар давления. Можно попробовать. Подал на всас. Уже все подключено. Буду включать сейчас электричество кнопкой. Поехали, пробуем. Все масло. Все масло вроде, да? Да? Только это? Только это. Только это не дается. Давление есть и меньше. Не вся. Ребята, ну что это? Не все. Не все. Не все. Не все. Ребята, ну шлангов нет у меня, поэтому пришлось целую мойку купить. Новую. Правда, купил я ее за 1300. Можете себе представить? Вот эта мойка со шлангами совсем на свете стоила 1300 рублей. Это просто копейки какие-то. Новая. Но наша же задача проверить, как работает та система. В общем, все уже готово, все подключено. Все работает, ребята. Вот так вот можно починить эту мойку. Даже тут отдача небольшая. Мощность есть вверх. Огромная. Вот такая-то есть. Можно помыть. Из кастрюли. Из кастрюли, да. Ты видишь? Вот. Видишь, как раз ротом не почистишь. Ну да. Тут вообще можно давление дать. А так уже подхлопили. Тоже неплохо. В общем, ребята, на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всех благодарю за внимание. Всем пока. Это теперь хороший помощник в мастерской. Думаю. До встречи.